Салем Казахстан и события в Кыргызстане снова нас заставляет задуматься об уроках для Казахстана которые дают события не только в Кыргызстане сегодняшние но и события в Грузии связаны с Акашвили уроки Украины связаны с Порошенко Януковичем и возможно даже с Зеленским о чем идет речь когда оппозиция приходит к власти и она думает что сейчас у нее вся власть в руках и она вдруг забывает обо всем что она переживала во времена оппозиции она начинает подавлять средства массовой информации начинает закручивать гайки внутри прокуратуры насиловать закон подкинать под себя судей и это была одна из главных ошибок Саакашвили он не полагал что после власти другая власть возьмется с этими же прокурорами с этими судьями против него нагинать по сфабрикованным делам уголовные дела и позже я думаю он об этом жалел и то же самое Порошенко вот уже сейчас даже после того как он проиграл президентские выборы и до того как он проиграл парламентские выборы он мог в парламенте который был его парламентом принять законы в защиту оппозиции готовит для себя почву чтобы уже из гнезда оппозиции контролировать власть но он ничего этого не сделал он не вел ни суда 12 присяжных Саакашвили не вел суд 12 присяжных и обжегшись сегодня не может вернуться в свою страну и то же самое Порошенко сегодня он находится под обстрелом по нескольким уголовным делам и он не верит судебной системе он не верит антикоррупционному суду он не верит вообще никакому суду и он столкнулся что его будет судить его же собственная система те же прокуроры те же судьи к назначению которых он имел прямое отношение и сегодня Атамбаев сталкивается с такой же проблемой те же судьи те же прокуроры те же следователи все что было при нем создано он сейчас сталкивается с этой системой и даже тот же самый спецназ те же самые бойцы все работают теперь против него просто потому что будучи во власти они не думали о правосудии они не думали о суде 12 присяжных у Атамбаева такая же ошибка как и у Саакашвили у Саакашвили такая же ошибка как и у Порошенко и Женебеков сегодня думает что потом по окончании срока каденции ничего плохого для него не будет и он не пытается реформировать какую-либо судебную систему власти он не пытается создавать механизмы которые бы создавали бы для оппозиции контрольные полномочия за властью и так далее ему это не надо и Порошенко это не надо было он гонялся по крышам за Саакашвили это знают украинцы когда пытались спецназом СБУ это аналог ГКНБ в Кыргызстане или КНБ в Казахстане когда пытались захватить Саакашвили а потом его вышвырнули в Польшу за пределы границы лишили произвольно через зависимый суд гражданства точно так же Порошенко терроризировал другую оппозицию в лице самопомощи партии самопомощи во главе с мэром Львова Садовым и Женебеков думает что он не реформируя и держа судей прокуроров в дежурных рукавицах делая что угодно сменяя, назначая, радуясь власти этой вседозволенности и он думал что это будет продолжаться вечно точно так же думали что будет продолжаться вечно власть сам Атамбаев думал и Саакашвили думал и Порошенко думал сегодня Зеленский пришел к власти в Украине и сегодня правящая партия под его полным контролем должность президента парламент сейчас под полным контролем кабинет министров сегодня у Зеленского абсолютная власть по существу и замедление, промедление судом 12 пересяжных с другими законами закон об оппозиции предоставлением оппозиции полномочий в центральной избирательной комиссии это речь идет о должности председателя плюс половина состава центра избиркома и избирком в каждой избирком в каждом городе и районе это парламентский комитет по национальной безопасности и обороне это счетный комитет это национальный совет по телерадиовещанию и радио то есть те контрольные функции которые оппозиции позволяют любой стране контролировать власть и не давать ей воровать не давать злоупотреблять власти конечно по большому счету не надо но если она думает вот так близорука она ничего не будет делать если она думает о будущем о собственном будущем после власти она должна задуматься об этом если бы она думала бы еще и государственным мышлением она это бы делала бы она бы создавала бы такие законы об оппозиции она предоставляла бы стране суд 12 присяжных и жимбеков и саакашвили и порошенко и бакиев в свое время и атомбаев сделали вот такие ошибки и делают что будет делать до конца срока президентского срока зеленский неизвестна ведет ли он тот пакет реформ которые от него требует страна либо он уйдет в это сладострастие абсолютной власти и у жимбекова и у зеленского есть вот такой соблазн посмотрим но мы для Казахстана должны для себя сделать вывод что в первые же недели народ вся оппозиция все активисты все лидеры оппозиционных групп движений и партии должны сразу же потребовать введение суда 12 присяжных потребовать закон о контрольных функциях для оппозиции включая контроль над счетным комитетом с национальным советом по телерадио и вещанию и радио по национальной безопасности и обороне контролировать нужно так чтобы власть не дремала чтобы власть понимала что злоупотреблять властью нельзя Рахмет